Так вот, друзья, что делают жулики, которые сегодня пытаются примазаться к SkyWay? Они попытались сегодня, используя это событие, назначить на нее размещение акций в интернете. То есть якобы продавать обязательства SkyWay под свою криптовалюту. И, соответственно, это жулики, это мошенники, они зарегистрировали в Панаме сайт. Они сделали в Лондоне ряд компаний, где с помощью перекрестных доверенностей запутали следы, кто за этим стоит. Они на своем сайте разместили всю команду капитала о том, что как будто мы собираем эти деньги под выпуск криптовалюты для финансирования SkyWay. И, используя прямой репортаж из экотехнопарков, попытались или попытаются собрать деньги. Мы, соответственно, очень вовремя эту информацию увидели. Официальное абсолютное опровержение о том, что группа компаний SkyWay ни к какому ICO, ни к каким компаниям в Лондоне отношения не имеет. И все, кто это делает, друзья, это мошенники. Более того, мы сейчас, подключая очень серьезных наших друзей, как это сегодня говорит, из очень компетентных органов, мы выяснили следы, кто за этим стоит, какие команды это готовят. И этим мошенникам уже в уголовном порядке придется ответить за те действия, которые они сегодня делают. Поэтому, еще раз, друзья, это мое заявление, это заявление базируется на заявлении головной компании, который говорит о том, что никаких размещений в криптовалюте, никаких размещений ICO группа компаний SkyWay не готовила и не готовит. Если это будет, как мы уже говорили, что в этом направлении движение или там мысли какие-то есть, но это будет не раньше конца, а это начало следующего года. И это будет заранее объявлено официальными лицами и заранее на это будут проведены и вебинары, и конференции, и эта информация будет абсолютно открытой. То, что сегодня, мошенническим образом, на 1 июля, во время проведения Экофеста, назначено размещение ICO компании с аналогичным названием SkyWay, с двумя буковками в конце, это, друзья, просто попытка мошенников примазаться к этому событию. И прикрываясь Экофестом, тот, который создавала группа компаний SkyWay, инженеры и наши инвестиционные фонды, попытаться украсть на этом денег, а на нас повесить ответственность. Поэтому, друзья, мы четко заявляем, и дальше у меня будет просьба, вот, Андрей, потом Борис, это с Норвегии наши, друзья, те, кто владеет английскими, немецкими языками, обращайтесь, Алексей будет координировать эту работу, обязательно, где есть ссылки на это ICO и на SkyWay, чтобы везде давать опровержение, что группа компаний SkyWay ни к какому размещению отношения не имеет. Это все мошенники и воры. И за этим стоит группа, которую возглавляет Виктор Узлов, мы это тоже четко знаем и понимаем, потому что он сегодня начал работать уже против наших партнеров и Золотой Колесницы, и, соответственно, против лично Анатолия Дорчу Яницкого, и против фондов, которые работают. То есть это такая организованная группа, и этим мошенникам, ворам придется ответить за то, что они сегодня делают, и мы, у нас есть сегодня достаточно доказательств, чтобы показать именно уголовную ответственность этих преступлений. Также, как и были проведены и совершены уголовные преступления в Австралии в свое время, и они тоже сроки давности еще не истекли, также это все к тому, что сколько веревочки не веся, конец все равно будет один. И это тоже можно четко и абсолютно взвешенно утверждать. Поэтому, друзья, как мы уже говорили, мы сами не до конца, скажем так, сразу поняли глубину и серьезность этой аферы. Сначала даже показалось, что это какая-то шутка, но когда мы реально выяснили, что, представляете, что сайт, это сейчас Алексей покажет, был переведен с личным кабинетом на 11 языков, что размещение Тайсо идет по группам, и эта работа уже не одни сотню тысяч долларов инвестирована именно в эту провокацию. Естественно, что эти мошенники собирались собрать очень серьезную сумму, и самое важное заставить отвечать или повесить эти деньги на именно группу компаний. Поэтому, друзья, мы говорили, что это начало такой серьезной работы, и по сравнению с этим тролли, которые сегодня на вебинарах, пытаются что-то там кукарекать, это просто детский сад и шалости, потому что сейчас мы, друзья, уже сталкиваемся с очень серьезными мошенниками, с очень серьезными именно жуликами, которые, используя Skyway, пытаются и обогащаться, и еще обманывать людей. У нас выяснилось сегодня очень интересное, когда точно так же непорядочные и нечистые на руку партнеры, используя Skyway, пытаются собирать деньги уже в свой карман, для того, чтобы ответственность повесить на группу компаний. Это, друзья, тоже будет отслеживаться и будет очень жестко пресекаться и наказываться. Поэтому для этого у нас есть специальные службы, для этого у нас есть специальные команды, которые будут в этом направлении работать. Поэтому это, друзья, тоже очень важная такая составляющая. Мы вам говорили, что очень серьезно готовимся к системе физической безопасности, чтобы Skyway именно Экофест прошел гладко, именно как праздник, чтобы не было никаких эксцессов. Поэтому здесь тоже, друзья, просим, кто поедет, и проявлять длительность, и очень серьезное понимание и к безопасности, и к неким неудобствам, потому что, друзья, событие очень важное, и оно будет очень хорошо организовано. Ну и, соответственно, вот к таким вот информационным провокациям, то есть видите, что когда мы создали мощнейшую информационную волну, мы создали ожидание демонстрации технологий, а жулики тут же пытаются под это собирать деньги, это, друзья, тоже ввеление времени. Ну, с одной стороны, это несколько лестно, что под это событие кто-то хочет заработать, но не совсем нравится, что ответственность пытается сделать от нашего имени, украсть эти деньги и их повесить на нас. Поэтому, друзья, я передаю слово Алексею. Вот он сейчас несколько, так как он координирует эту работу, и все, кто потом будет включаться по информации, вы замыкайтесь и пишите сразу Алексею. А он как раз вам несколько сейчас прокомментирует вот эту всю ситуацию, которая сложилась вокруг вот этих вот жуликов. Ну и я в конце сделаю там такое заключительное слово уже перед тем, как нам встретиться с вами в Марьиной Горке на Экофесте. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Да, действительно, то есть эта акция была подготовлена не один месяц, а может быть даже два месяца. То есть мы вчера советовались с программистами, и это действительно очень дорогостоящая акция. Люди, которые представлялись, я намеренно разместил на одном из популярных форумов именно свою фамилию, имя, то есть я в этом плане как бы не скрываюсь, представился собой и как член Совета правления со мной эти мошенники вступили в переговоры. То есть вчера где-то, наверное, половину дня я на это потратил, если не больше. Ну и, собственно, так как переговоры, наверное, вести умеют, сейчас поставили на этот сайт заглушку. Я рекомендую вам просто записать этот сайт, но не переходите на него, потому что таким образом они формируют трафик дополнительный, то есть эта схема уже известная. Просто имейте в виду, если где-то появляется с упоминанием слова Skyway, то есть все поисковики, благо, это все дело выдают, то сразу обращайтесь, пишите мне, Сергею Анатольевичу, то есть все данные, я думаю, что у вас есть. И сейчас вот я еще раз их продублирую, потому что это очень важный момент фильтрации информационного поля. Вы все прекрасно помните, дорогие друзья, что после заключения первых контрактов по Индии сразу же на следующий день подготовленная серьезнейшая статья с переводом на хинди вышла с провокацией и с клеветой на Skyway. И вчера эти люди умудрялись угрожать, что если вы сейчас помешаете нашим ICO, то есть мне лично угрожали, что я буду нести какие-то издержки, оплачивать их, и я как будто помешаю их ICO свершиться, которое теоретически могло бы привлечь сотни миллионов долларов. Но мы не хотим входить, дорогие друзья, таким образом в этот рынок. И нам не важно вообще вот на какие средства рассчитывают эти люди. То есть сотни миллионов долларов таким грязным образом привлеченных, естественно, ничего не привлекут. Но я могу сказать, зная эту сферу, они легко бы привлекли несколько миллионов долларов просто буквально взмахом не волшебной палочки, а обычной палочки. Потому что очень много людей, неквалифицированных инвесторов, которые просто, ну такое вот рабочее название, как хомяки, бегут и инвестируют, сломя голову, причем набиваются в толпу, ожидают какого-то события. И представьте, если бы была бы трансляция прямая эко-фестиваля. То есть сколько бы эти мошенники могли бы собрать денег. Я могу сказать, что огромная благодарность всему нашему отделу Skyway Capital, непосредственно службе техподдержки, которые это дело все отслеживают. Потому что здесь на самом деле, сейчас найду слайд, размещена команда, то есть размещена команда непосредственно Skyway Capital. Не упомянуты только три человека, ну несколько человек. Это Сергей Анатольевич, это я, это Евгений Кудряшов. И мы не исключаем того факта, того случая, что потом даже планировали и на нас это все повесить, потому что мы вот как бы про крипто направление так вот завуалированно говорили. И я не исключаю тех методов мошенников, которые осмелятся пойти на такие вот именно действия. Здесь даже Григорий Михайлович, именно вот наш сетевик, лидер, активист по Крыму сейчас и по адресным проектам также указан. Я могу сказать, что Григорий Михайлович сегодня меня обрадовал, позвонил, что, вы помните, Виктора Тарасова, что уже от Виктора Тарасова пошли инвесторы. Вы понимаете, какой пул инвесторов, какие знакомства у Виктора Тарасова именно по московской бирже, по всей этой трейдинговой тусовке и очень серьезные инвестиции у нас даже с российского уровня могут пойти. Это еще до экофестиваля, дорогие друзья. Что будет после экофестиваля? Я лично жду грузовое направление. В каком виде оно будет продемонстрировано? Естественно, 200, 400, 200. Но я не раз вам говорил про грузовое направление, потому что это транспортировки, это транзакции, это то, за счет чего будет окупаться городское пассажирское направление вообще в будущем. То есть теоретически мы неоднократно говорили, что оно может быть бесплатным. Но, дорогие друзья, я не буду сильно много останавливаться, потому что есть все скрины, все переписки. На данный момент этот сайт на заглушке. Я повторюсь, не заходите на него, потому что вы будете дарить им трафик, на который расходуются обычные деньги. Еще, кстати, примечательно, внизу было указано адрес именно компании и указывали именно в переписке, что это Skyway Headquarters Organization, ну что-то такое связанное именно со штаб-квартирой. Никакого названия такой компании у нас нет. И когда я сказал уже, что они мне сообщили, что мы готовы все подкорректировать, если вас что-то не устраивает, я говорю, нас не устраивает все здесь. И вам поздно что-то корректировать, потому что уже все доказательства сняты, и, собственно, ребята уже работают определенные, чтобы вас вычислить. И сейчас мы не исключаем того факта, что непосредственно команда Узлова к этому отношению имеет, непосредственно, может быть, команда, я не знаю, акционеров, которые вошли в акционеры и чисто наблюдают, чтобы в один прекрасный момент срубить денег. И у них бы это удалось, дорогие друзья, если бы не было предотвращено это действие. Но наблюдаем активно Борис, Андрей, то есть все наши активные, так скажем, люди, которые не спят только перерыв на еду, сходить в туалет, Слава Колье, все, пожалуйста, наблюдайте за этим сайтом, я могу не заметить, так как у нас будут очень серьезные переговоры с Сергеем Анатольевичем еще 30 мая, они начнутся, пишите прямо на почту, то есть почту я проверю, кто знает телефон, пишите смс, то есть обязательно будем в курсе, потому что они могут воскреснуть прямо перед экофестом. И те люди, которые не подозревают иностранцы, что это все фейк, что это все обман, они понесут деньги, нужно, чтобы ни одного биткоина, не дай бог бетфира и так далее, не было пожертвовано на эту мошенническую схему, то есть даже вот мошенническая схема, вы заметили сейчас, что это все реализуется такими способами, именно высокотехнологичными. И я могу сказать, что непросто было это подготовить, я не знаю, настроены у них умные контракты, настроены ли у них, скорее всего, у них просто кошельки приема криптовалюты, завуалированные под какие-то операции, и тут меня еще обвиняли вот эти люди, некий Александр, который со мной вел переписку, и он сказал, опять же, я думаю, что спровоцировав именно недоверие кому-то из акционеров, совладельцев именно нашей компании, кто на платформе Skyway Capital развивается, что на самом деле заказчиком является кто-то из наших лидеров, который именно публичный, который часто мелькает в поле Skyway, но, дорогие друзья, мне кажется, что это обман, это провокация, и это хорошо подготовленная провокация. Я могу сказать, что пришлось попотеть, пришлось потратить огромное количество времени на этих недоброжелателей наших и людей, желающих срубить быстро денег. Почему срубить? Потому что они рубят сук, на котором сидят, и они упадут, потому что все равно их найдут, и тот, кто будет вообще вот Skyway именно такие действия оказывать, обязательно окажется в проигрышной ситуации. Почему? Да потому что показывает так время, дорогие друзья. Я вот даже сейчас вспомнил, что, возможно, забыл поздороваться, ну, потому что меня действительно вот со вчера распирает эмоции, и я могу сказать, что это то направление, вот это вот крипто-направление, ICO и так далее, которому нужно готовиться как минимум 9 месяцев, 12 месяцев, год, но никак не месяц. То есть, если сюда входить именно компании нашего уровня, и, дорогие друзья, в свое время вы узнаете, вы узнаете, что такое криптовалюта, что такое смарт-контракт, будут открыты целые научно-популярные вебинары, специально обученные люди, именно профессионалы и в этой области, и, естественно, в нашей логике это будут сподвижники Skyway, будут рассказывать простым языком на пальцах, что такое и для чего нам это нужно. Нам это проект Skyway, потому что мы не собираемся даже в этой индустрии, как-то, когда вот надумаем что-то запускать, даже именоваться криптовалютой, то есть, даже названия у нас будут другие, потому что, дорогие друзья, у нас уникальный свой путь, у нас небесный путь и своя стратегия развития. Еще я хотел бы остановиться на таком явлении, как сейчас многие люди, которые, опять же, респектабельны в своих кругах, которые понимают, что сейчас, скорее всего, Skyway не будет испытывать какого-то недостатка финансирования, то есть, сейчас, в хорошем смысле этого слова, лавинообразная волна идет именно привлечение инвестиций, и они желают в своих странах, которые молчали, которые ожидали чего-то, либо вообще не были в курсе о Skyway, начинайте развивать Skyway, не согласуя это абсолютно ни с головной компанией, ни с Надеждой Геннадьиной Косаревой, ни с Анатолием Эдуардовичем Юницким, ни с Виктором Бабуриным, эти действия. То есть, к примеру, это Green Transportation, некая компания с Бразилии, которая даже провела конференцию, и мы также будем с этим разбираться, потому что уже разбираемся, сегодня я трачу второй день на это, Евгений Кудряшов тратит, я могу сказать, что очень много задач стоит, Жанна тоже, наш активный лидер по Германии, тратит свое время, лучше это время, естественно, тратить на привлечение инвестиций, но необходимо это пресекать, потому что все должно быть в едином информационном поле, потому что если что-то вдруг будет рассказано, упомянуто не так, если, я даже увидел, там президенты Skyway по Бразилии образовались, то есть, люди вообще как бы не думают о каких-либо понятиях, то есть, их задача построить сеть, либо привлечь инвестиции. Я думаю, что даже когда они пойдут общаться с государством, вот эти все переговоры также будут освещены в их медиа-разделе, как именно взаимодействие, интеграция с правительством, и несите больше им денег. Дорогие друзья, мы не можем этого допустить, мы, это команда Skyway Capital, члены правления и все активисты, которые развивают это направление именно в согласовании и в требовании головной компании не допускать этого. Поэтому я могу сказать, что эра фондов прошла уже года полтора назад, и когда-то даже нам, Сергеем Анатольевичем, когда мы переходили из Skyway Invest Group, предлагали делать свое направление, но мы решили, что мы с нуля начнем развиваться в Skyway Capital. Сейчас неплохая, так скажем, деятельность развернулась, неплохие результаты деятельности, я считаю. Но, дорогие друзья, время фондов, как вот Миша Копян делал, как краудинвестинговая площадка, я даже не помню, как сейчас называется, все попытки увенчались не успехом, а провалом. Если не провалом, то отсутствием привлечения инвестиций, что для нас равноценно провалу. Поэтому, дорогие друзья, все сейчас будет развиваться именно на платформе Skyway Capital, что касается привлечения инвестиций в фиатных, бумажных, либо в денежных переводах. Таким образом это сейчас выстраивается, по-другому это никак не может быть выстроено. Поэтому будем достаточно жестко общаться с теми кандидатами, которые осуществляют деятельность несогласованных привлечений инвестиций, потому что сейчас пока что, даже если как-то это не прописано, я не удивлюсь, что уже может быть это и прописано и в головной компании, и в Skyway Capital. Так как головная компания не имеет отношения к привлечению инвестиций, все-таки это осуществляется именно через краудинвестинговую платформу Skyway Capital, то может быть внесен тот пункт согласования именно владельцев технологии, если это понадобится, что никто не имеет права осуществлять подобную деятельность, не согласовывая со Skyway Capital. И я считаю, что это будет абсолютно правильно. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья, и до скорых встреч на Экофесте. Очень-очень жду этой встречи со многими своими друзьями, коллегами и всеми-всеми активистами и всеми людьми, кто развивает проект Skyway. До скорых встреч. Так, Алексей, спасибо. Я тут как раз тебя в перископе показывал, чтобы трансляция шла. Сейчас я переключусь. Все. Спасибо. Ну, друзья, Алексей добавил и прокомментировал все, что связано с этим мошенниками, друзья. Это сейчас уже не так важно. Но, как вы понимаете, давайте из каждой даже отрицательной информации делать хорошие выводы и нужные для нас выводы. То есть можно однозначно сказать, что грандиозность Экофеста признают сегодня все. И даже люди, которые с нами борются, те, которые являются ворами-мошенниками, они даже пытаются использовать это событие в своих интересах. То есть нашу работу, как всегда, как одно в свое время они попытались примазаться о том, что они имели какое-то создание к полигону в городе Озерах в 2000 году, вот, что имели отношение к этому Зилу, нашему дедушке Skyway, сегодня пытаются примазаться. Это, друзья, судьба неудачников. И это те, кто вечно будет мешать и даже брать деньги за то, чтобы потом с нами бороться. Вот. Это люди, которые ничего в жизни создать не могут, но пытаются примазаться к чему-то великому. Поэтому, друзья, это жалкое зрелище, могу сказать. И таких людей, ну, жалко это не совсем правильно, потому что они не... и безобидные, как букашки, то есть, а это все-таки жулики. Вот. И время этих жуликов обязательно придет. Вот. Здесь можно четко так сказать. А для нас, друзья, очень важно, что... У нас команда сработала довольно-таки эффективно, четко. Первое, что мы вычислили работу, очень оперативно отреагировали. Дальше мы по нашим партнерам разослали информацию. Сегодня пойдет волна о том, что это мошенническая схема. И для нас очень важно, друзья, что очень многие сейчас, вот даже из обсуждения, из сайтов видно, что... Задают вопрос, а почему вы сейчас не делаете? Почему, так сказать, Алексей правильно, и вам очень четко ответил. Мы работаем в этом направлении, но, друзья, это месяцы, то есть, это подготовка сложнейшей платформы. Это должны быть мощные разработчики. Это серьезнейшая работа, которая должна быть увязана и с проектированием, и с адресными проектами. И мы говорили, что мы сегодня ведем переговоры с очень многими разработчиками. Это будет работа, но когда это будет готово, мы вам расскажем, покажем, и это будет официальное заявление. И мы это подготовим, и это все будет на очень высоком уровне. А сегодня, когда вот так вот с наскоку, используя модные слова ICO, криптовалюта, биткоин, и, соответственно, электронную биржу и эффект, который идет от Экофеста для того, чтобы заработать какие-то жульнические деньги, это, друзья, как раз показывает о том, что это важное направление. И мы, отвечая на этот вопрос, говорим, что мы будем этим заниматься и очень серьезно, и очень основательно, но всему свое время, друзья. Сейчас еще время не пришло. Это очень и очень предварительно рано. Поэтому это все должно быть вместе с демонстрацией основных узлов технологии. Это уже приближающаяся к грузовой и скоростной трассе. Это должно быть уже к адресным проектам, увязанной и к увязке уже целой комплексной системы, которая развивается во всем мире. Это, друзья, всему свое время. И мы говорили о том, что это будет, но это будет как минимум конец 2017 года, первая половина 2018 года. И второй элемент, друзья, ни в коем случае это не будет сделано тайно, это не будет сделано подпольно, это будет все открыто с серией семинаров, конференций, объяснений и только публичным запуском. Никакой партизанщины, никакой скрытой работы здесь не будет, потому что все эти партизаны, так сказать, это, друзья, как раз жулики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова